О, привет, Доминик. Конечно, заходи. Всегда рад видеть тебя у себя в гостях. Только ты это, пожалуйста... Ну ты неисправимый. Я ведь её только поутюжил. Что-то ты не в духе, как я погляжу. Давай, рассказывай, что случилось? Тебе что, во флэше меньше всех платят? Опять он звонил? Этот мерзкий Уве-бол? А, понял. Ты и без помощи Уве умудрился сняться в каком-то говне. Ну что ж, давай посмотрим, где ты там опять отличился. Кстати, там кофе есть. Я знаю, ты любишь. Доминик, там ещё есть конфетки, печеньки. Понятно. Ладно, приступим. Откуда на Индюшек. Да, для тех, кто не в курсе, откуда у Доминика на этом канале ноги растут, могу порекомендовать вот эти три обзора. Именно в этой последовательности. Возможно, после их просмотра ситуация прояснится. Итак, фильм Индюшка-выстрел начинается с качественной компьютерной графики, которую вы могли видеть в первых трёхмерных играх из двух полуобнажённых мужиков. И если Доминик для своего возраста выглядит отлично, то это зрелище никак нельзя назвать приятным. И вообще, я бы предпочёл, чтобы всё было наоборот, и усатый раздевал эту дамочку. То есть, нет, я вообще бы не хотел знать про этого усатого. Хотя, в любом случае, получается какое-то... Форно. Для всей семьи. Для тех, кто любит форно. Всё, кроме секса. Кстати, сцена с Домиником в аэропорту начинается с такого вот приёма. Для меня же это выглядит как отсылка к королевству викингов. Все могут рассказать о своей жизни. Моя история началась в день моей смерти. Больное сердце. И не стоит удивляться, что на грудной клетке нет шрамов. Это же будущее. Операцию на сердце проводили без надрезов. Через анус. В общем, пока Роберта Де Ниро раздевают, Доминик к чему-то готовится. И избавляется от последствий бурно проведённой ночи. А ведь она наверняка предупредила. Какой же я охуенный. Усатый же продолжает стоять на одном месте, как будто его ноги в тазике с цементом. Сначала он раздетый и увлечённо курит потушенную сигару, затягивается и выдыхает. Огонёк и дым, видимо, должны были пририсовать и на стадии постпродакшена. Но бюджета не хватило. Затем он уже в халате что-то попивает, довольно рассматривая всё те же чёрные прямоугольники в точечку. Как вдруг... На этом моменте фильм по десятибалльной шкале скакнул с нуля до десяти. И самое правильное здесь было бы выключить его и пойти скорее рассказать друзьям, какой офигенный пятиминутный фильм с неожиданной концовкой ты только что посмотрел. Но нет, такое начало вызывает желание посмотреть, что же будет дальше, к сожалению. А дальше нам демонстрируют диалог некоего генерала и президента США, который женщина. Это ведь недалёкое будущее. Вот если бы это было будущее подальше, это был бы Микки Маус. Миссия по уничтожению ливийского диктатора провалилась. Повезло мужику, выжил. Затем начинаются титры, точно такие же, как и в оригинальном фильме 1982 года, ремейком которого является этот фильм. Заметным отличием здесь выступает лишь музыка, которая почему-то мне дико доставляет. После титров фильм решает показать нам то, что недопоказал в начале. Вдруг в душевую влетает мужик с отверткой в руках и с криком «Потому что нельзя быть на свете красивым таким!» И фильм показывает нам ещё кое-что. Продемонстрировав почти всё, Доминик оказывается в комнате с белым потолком, где Нона Гришаева говорит ему «Ты в игре». Игра же, как и любая другая игра, подразумевающая охоту на людей, будет заключаться в том, что Рик Тайлер, так, кстати, зовут героя Доминика, должен будет пройти от точки А в точку Б, в то время как на него будут вести охоту. И всё это, конечно же, в прямом эфире на глазах у миллионов зрителей. А теперь давайте познакомимся с охотниками. В этом мне помогут Тина и... Вы никогда не должны забыть нашего самого успешного стрелка, величайший в мире стрелок. Шомпол. Один патрон, один труп. Вам присоединятся три новых стрелка, исходя из голосований телезрителей по всему миру. США проголосовало за... Лысого из Бразерс. 71 игра и 29 убийств. Япония выбрала... Тоже Лысого из Бразерс, но играть будет Азиатка с Катаной. 66 игр и 24 убийства. На Ближнем Востоке единодушно... Жирного шаурмянщика, который участвовал в 24 играх и отравил своей шаурмой всего трёх человек. Кстати, из этих трёх стрелков только Лысого из Бразерс можно назвать стрелком, и то с натяжкой. Кто наша новая индюшка? Рик Тайлер. Он почётный солдат, попавший под трибунал три года назад за убийство женщин и детей. Убийца детей и женщин. В общем, игра начинается. Рика выбрасывают из вертолёта, и тот приземляется где-то. Тропический лес, гор Апалачи. Округ Гринбрайер, Западная Вирджиния. Очнувшись, Рик сооружает из подручных средств ровным счётом нихуя и устремляется к цели. Первым на его жизнь посягает Камар. Но Рик с профессионализмом, присущим только настоящим морским котикам, ловко разделывается с ним. Следующим ужалит Рика, пытается Лысый из Бразерс, но его стрела не попадает в цель. Тогда на сцену выпрыгивает азиатка с катаной. Но Рик опять проявляет себя с лучшей котиковской стороны и даёт ей отпор с помощью арматуры. Тут Лысый пускает ещё одну стрелу и попадает точно в подмышку. Лицо Рика искажается от только что испытанного резкого щекотка. И под следующий щекоток он уже подставляет азиатку. Стрела, попавшая в подмышку, очень быстро врастает в руку. Избавившись от стрелы, Рик следом избавляется и от её хозяина, который вместо того, чтобы перерезать леску ножом, начинает шмалять предупредительный воздух. Тем временем Шомпол тупо сидит где-то напротив финиша со снайперской винтовкой и следит за приближением индюшки по GPS-навигатору. Такой вот охеренный величайший в мире стрелок. Шаурмянчик так вообще походу срёт за чекпоинтом. Рик же не лыком шит и не пальцем зачат, а сразу кулаком, поэтому он избавляется от жучка и... Водичкой не угостишь? Поговорив немного с Шомполом и узнав, что... Я могу тебе рассказать то, что ты не знаешь. Ты не убивал этих детей. Была бойня, и тебя подставили. Рик в последние секунды добегает до финиша. Да, он изначально выглядел как самый опасный противник. И не удивлюсь, если эти три убийства это на самом деле его смерти. Короче, Рик проходит первый уровень и получает за это пару отличных сапог. А в фильм вводит ещё одного персонажа, тёлочку, у которой, судя по всему, нос заложен. Но это не мешает ей выполнять её служебный долг. Принесла? В общем, генерал говорит тёлочке, что Рика Тайлера нужно убрать, потому что... Мы подставили Рика Тайлера. И судя по окружению, цвету её костюма и тому, что экран уходит в белое, можно без проблем предсказать её дальнейшие действия. Но не будем отвлекаться. Пора переходить к следующему уровню игры. Индюшка в выстрел. На котором Рика будут пытаться убить плохой косплей Рэмбо, Собчак с Узи и Лю Кэнг с Базукой. А теперь готовьте, Тина. К ним присоединятся четыре ударных морских котика. А раз попёрла такая жара, то к ним присоединится ещё и половина китайской армии. На Рика Тайлера охотятся Шомбол, Кокон, Киллерша, Армагеддон и четыре морских котика. И 150 миллионов китайских солдат. Итак, игра начинается и Рик сразу же подвергается нападению Собчак. Но с помощью чёткого монтажа Рику удается от неё сбежать. Та, в свою очередь, тоже пользуется особенностью монтажа. Садится Рику на хвост и загоняет его в угол. Скажи привет моим маленьким друзьям. Что это было? Зачем это было? Просто шальная ракета. Рику, кстати, тоже становится не по себе от такого сюжетного хода. Его аж качает. Значит, попасть через контейнер, не глядя в Собчак, это нормально. А в человека, находящегося на расстоянии пяти метров, который даже не пытается уворачиваться, это невыполнимая задача. И у меня тут сложилось такое впечатление, что это не ракета летит в Рика, а Рик нападает на ракету. Кажется, этот мужик серьёзно настроен. Пролечу-ка я мимо. И вообще, людям, которые в своей профессиональной деятельности собираются использовать базуку, было бы неплохо для начала поиграть в Quake 3 Arena или Unreal Tournament, чтобы понять, что иногда полезнее стрельнуть противнику под ноги или в ближайшую от него стену, нежели надеяться на прямое попадание. В общем, начинается зрелищный рукопашный бой. Азиат показывает Рику своё кунг-фу, а Рик показывает азиату асфальт. А потом учит его правильно кидать зигу. Надо же такому присниться. Разобравшись с Азиатом и Собчак, Рик добирается до каких-то офисов. Туда же прилетают котики на вертолётике. И где-то там же, верной своей тактике, высоко сижу, далеко гляжу, располагается шомпол. Сезон открыт. Это безнадёжно. Нельзя попасть в человека, находящегося в узком коридоре. Стены, они притягивают пули. Немного гениального оригинального монтажа. Подожди, посижу, отдохну. Кстати, вот вам ещё один забавный монтажный приём этого фильма. Повторение какого-нибудь действия. Танц. С помощью такого монтажа можно без проблем сделать, как будто из Рика фарш ногами готовят. Но многочисленные удары по голове, по спине, по жопе не лишают Рика способности находить молотки в куче бумаги. А сейчас будет мой любимый момент в этом фильме. Это, по идее, должно было выглядеть как-то так. Но это, видимо, пулемёт, стреляющий самыми ленивыми пулями. В общем, дальше следует сложная для моего понимания беготня по коридорам. Во время этой беготни Рик валит почти всех котиков и выбирается на крышу. Ублюдок. Один патрон, один труп. Уверен, что сейчас где-нибудь в Африке от голода умерло два ребёночка. Ещё три ребёночка на счету Шомпола. Реально, лучший стрелок. Всю игру просидел на жопе и в итоге пять раз промазал. А Рика с поля боя на вертолёте вытаскивает тёлочка с насморком. Какое-то время они разговаривают, пытаются выяснить, почему Рика подставили, зачем его хотят убить и какого хрена она здесь делает. Я видел, как его голова разлетается на куски. Но ливийцы промолчали, как мы и думали. Генералы сказали президенту, что моя миссия провалилась. Значит, ты живой свидетель? Я не могу в это поверить. Давай лучше скорее ебаться, зритель ждёт. Кстати, Рик вроде должен умереть, если не закончит вовремя игру или покинет пределы арены. Но... Оберни это вокруг себя. Забудьте про... Давай поскорее, ты отлично выглядишь. И... Достаточно обернуться фольгой, и тебя не обнаружит даже... Глазболк! Оберни это вокруг себя. Никогда ещё мы не одевали чужу странку в одежды нашего народа. Это отработает? Что? Где? Куда он пропал? Неужели они додумались использовать фольгу? Но как бы там ни было, наши беглецы, улетев днём на вертолёте, а потом оставив его на дороге и взяв у какого-то гражданского машину, к вечеру под присмотром сотен камер наружного наблюдения, никем так и не пойманные, заселяются в мотель. Я решил тебя разбудить. Твою мать! Эндопротезирование коленного сустава. Металлические штифты. А теперь взгляни сюда. Пол квартала меня проволокли за машиной, как тёрка. Пуля. Одна пуля пробила лёгко, и я выдохал кровавые пузыри. Металлическая пластина. А у меня ещё и не такое есть. Сейчас. Я о тебе и так вижу. Чтоб вы там не подумали, а они таким образом ищут жучок. Ну, тот самый, который глушили плащом из фольги. Странно, что сейчас его ничем глушить не надо. Что-нибудь там? Нет, там я не знаю. Нашла. Ты готов? Ага. Чёрт! Вот за такое отыгрывание боли Доминику можно простить его деревянную актёрскую игру. В остальные моменты. Кстати, помните ту стрелу, что попала в подмышку и потом вросла в руку? Шрам она в итоге оставила на плече. Такая вот блуждающая стрела. Кстати, Рик всё-таки не упускает возможности чпохнуть свою спасительницу. А это значит, что мы снова увидим... Порно для всей семьи. Для тех, кто любит порно. Всё, кроме секса. После сцены, занимающихся предположительно сексом человеческих лиц, следует обязательная для любого боевика погоня. Но не обольщайтесь. Мало того, что у нас тут B-movie, вдобавок это ещё и DP-movie. А как нам известно, в фильмах с Домиником Пёрселом обычных погонь не бывает. Вы уже видели суперсолдат на джипе, удирающих от снегохода, и дракона, преследующего ВАЗ-2101. Поэтому приготовьтесь к ещё одной крыше сносящей погоне. Держись. Да-да, под видом погони нам пытаются втюхать видео аварии, которые уже давно стали баянами-бабаянами в интернетах. Но это ещё цветочки. Вот вам горсть ягодок. Это правда кадры из этого фильма. Погоня, начавшаяся в Америке, заканчивается на улицах нашей родины-матушки. Кстати, а вот это мой балкон. Если приблизить, то даже меня увидеть можно. В общем, пока блондинка рассекает по всему миру на машине и везде попадает в аварии, Рик навещает генерала в больнице. Когда машина была не в зоне видимости, в течение... Ущипните его, кто-нибудь! Чёрт! Обожаю его, актёрскую игру. Короче, генерал раскаивается, даёт Рику ключ от какой-то камеры хранения и отрезает себе палец. Не волнуйся. Я не чувствую боли. Ему похуй с высокой колокольни, хоть хомячка из жопы достань и съешь. Актёрская игра Доминика тут безупречна. Я начал войну, которая превратилась в чудовище. Ты должен прекратить её. Что-что, выстрелы в бошку здесь великолепны. После кончины генерала, Рик со спокойной душой покидает больницу. Но его душу спешат потревожить полицейские. Убегая всего от одного мента, которому он без проблем мог бы показать асфальт, Рик запаркуривается на козырёк какого-то подъезда. И мент такой... Чёрт, он залез на козырёк. Что делать? А Рик тем временем уже спускается по лестнице с торца здания. Кто бы мог подумать, что человек, который взобрался на крышу здания, решит спуститься. А затем опять волшебный монтаж. Шах и мат, сукины дети. Вам никогда не поймать человека, который был только что на третьем этаже. И вот он уже в метро. Вы слышите? Никогда. Полиция припёрла его в центре города, мэм. Они взяли его. Ой же мать. В него стреляли. Уверен, это выглядело как-то так. Чёрт, сука. В общем, вместо того, чтобы по-тихому убрать Рика, его возвращают в игру. И на третьем уровне Рик будет противостоять реальному миру, где стрелком может быть любой житель города. А выглядеть это будет вот так. Рик под разжижающую мозг музыку идёт через город и просто стучит по голове всем желающим, при этом уворачиваясь от пуль так, как только он умеет. Слушай, Нео, как ты там говоришь, от пуль нужно уворачиваться? Не. Нет-нет-нет, это всё слишком сложно. Смотри, как надо. Такое ощущение, что этот фрагмент это недоношенный выкидыш Мэнханта и Кондемнет, воспитанный постолом. Короче, 10 баллов из 10 этому фрагменту лично от меня. От мудохов всё население неизвестного города, Рик целенький, как будто он подрался со скалой и с Тетхэмом, достает очередной тампон из глотки. То есть, нет, флешку. Которую отдаёт потом какой-то рандомной женщине, после чего наведывается к Шомполу. Которому правильнее было бы дать удочку, потому что он, во-первых, уже заебал сидеть на одном месте, а во-вторых, он один хрен никого до сих пор не пристрелил. Не может быть. Молния же не бьёт в одно место два раза. В общем, Шомпол рассказывает правду про Рика. Морского котика командира Рик Тайлера подставили. Он не убивал тех женщин и детей. На самом деле он пытался спасти их. И получает пулю в переносицу. А Рик заканчивает игру. За это ему вручают грамоту и хотят посадить в тюрьму. За убийство генерала Тетчера. Но у него пистолет. В принципе, можно догадаться, как он его пронёс. А потом по телеку начинают показывать генерала, который говорит, что он сам себя убил, а у Рика пуля в голове. И вообще он инвалид, а с ним так по-скотски весь фильм обращаются. И камера залетает обратно Рику в глаз. Чёрт! На этом фильм заканчивается. Да, Дом, этим фильмом ты реально очень сильно ударился в дно. И по нему пошли трещины. Надеюсь, ты понимаешь, что я говорю про второе дно. Первое дно ты давным-давно пробил. Но ты не расстраивайся. Я попрошу друзей, чтобы они всем твоим фильмом везде ставили десяточки. Может быть и поможет. И тебя начнут приглашать в более достойные проекты. Да, а ты пока иди домой. Отдохни. Он неисправим. Ну что, может быть действительно устроим флешмоб и будем ставить всем фильмом Доминика везде десяточки? Ладно. Мне нужно идти. Пока-пока. Спешу вам сообщить, что у меня появился канал на Твиче. Заглядывайте. О проведении стримов информирую в своей группе ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.